Привет, друзья! С вами Наталья, школа графического дизайна и иллюстрации. Сегодня рисуем сову в программе Adobe Illustrator. Сова прекрасно и интересно стилизуется. Хоть это и плоскостная иллюстрация, будем рисовать ее по всем законам создания знаков, то есть постоянно искать закономерности. Урок очень подробный и с работой справится даже начинающий осваивать программу. Создаем новый документ в меню File, новый либо Ctrl-N. По параметрам достаточно 2000 на 2000 пикселей, нажимаем создать и перетаскиваем. Закидываем эскиз в программу. Напомню, что все эскизы хранятся в специальной папке группы ВКонтакте. Поэтому можете оттуда скачать, можете скриншот сделать, если будете абсолютно повторять эту сову. Итак, методом перетаскивания забрасываю. По размеру за любой маркер угловой центральность шифтом уменьшаем, чтобы уменьшить пропорционально. Можно этому объекту сделать какую-то небольшую непрозрачность, чтобы черные линии были видны. И в меню Объект закрепить выделенные, либо Ctrl-2. Находимся на единственном слое. И всегда, когда вы строите подобные вещи, будь то иллюстрация, она очень стилизованная, упрощенная, фирменные знаки, логотипы, нужно находить закономерности. Можно строить через сетку, через золотое сечение. Ну или, по крайней мере, ничего случайного быть не должно. В этой иллюстрации тоже я старалась, даже в эскизе, найти какие-то закономерности построения. Поэтому в основе круг. Клавиша L, либо инструмент Ellipse. Рисуем с шифтом. И можно сразу с пробелом ставить по месту. Ну, примерно вот так. С пробелом. По свойствам отменим заливку. И черный контур сделаем немножко потолще. Ну, вот сколько, порядка 7 пунктов. Это все время, но это все будет, конечно же, регулироваться. Меню Просмотр. Быстрая направляющая. Галочка стоит. Привязку к пикселю отключаем. С шифтом и с эльтом ведем вниз до пересечения вот в этой части. Можно, в принципе, с шифтом взять два кружочка вместе. И с шифтом немножко все-таки увеличить, чтобы было ближе к эскизу. Ну, конечно, эскиз я делала не по линейке, поэтому будут не совпадения. Это вполне естественно. Друзья мои, глаз по размеру составляет 1 треть от головы. Самый простой вариант нарисовать. Я снова беру инструмент L с клавиши L. И вот так вот от привязки от верхней части с шифтом. Рисую пока произвольную окружность. Вообще произвольную. Дублируем с шифтом и с эльтом до привязки три раза. Два раза дублируем, чтобы три объекта получилось. Временно даже сгруппируем Ctrl G. И поставим, ведем с шифтом, поставим по центру. И теперь с шифтом увеличиваем вниз до пересечения. При увеличении кружочки, конечно, сместились относительно оси. Поэтому группа выбрана. С шифтом выбираем голову. Второй раз щелкаем по голове. Видим толстую рамку. Это ключевой объект. То есть относительно ключевого объекта мы должны сместить группу из трех кружочков. Палитра выравнивания. Видите, автоматически здесь внизу выбралось по ключевому объекту. И выравниваем по центру. Все. То есть вот эти на местах. Мы их разгруппируем. Удалим центральный круг. Можно уже сейчас нарисовать клюв. Инструмент «Многоугольник». Рисуем с шифтом, чтобы основание было ровно. И клавиша «Вниз» одновременно увеличивает, уменьшает количество вершин. В смысле «Вниз» уменьшает, вверх увеличивает. Это равносторонний треугольник. Можно у него по свойствам абриса сделать скругленные углы. И повернем с шифтом. Вот таким образом. Привязываемся к центру круга. И с шифтом увеличиваем в эту сторону до пересечения. Все. Клюв у нас тоже по размерам стоит, по месту. Детали мы будем делать позже. Сейчас продолжим рисовать туловище. Туловище предлагаю нарисовать с помощью прямоугольника. Возьмем инструмент «Прямоугольник» клавиша «М». И вот обязательно точно от привязки, вот видите, от опорной точки, до пересечения по экватору с верхним кругом, с головой. И вниз до центра нижнего круга. Но это, конечно, вспомогательный прямоугольник. Можно убедиться в режиме Ctrl-Y, что здесь все привязалось идеально. Чтобы потом не было каких-то дополнительных опорных точек. Ctrl-Y выходим из режима, Ctrl- минус отдаляемся. И вот здесь нарисуем квадрат. Можно тоже вот от центра. С шифтом ведем до пересечения. Ну, вот тут я начала не ровно, поэтому с шифтом поднимем вот сюда. В принципе, можно уже слить. Если нам понадобится вот этот круг верхний по размеру, он у нас есть. Поэтому квадрат берем, с шифтом нижний круг и маленький квадрат. И делаем слияние. Палитра «Обработка контуров». Если этой палитры у вас нет, как любой другой, находится меню «Окно». Вот здесь все палитры. Слияние. Все, мы получили объект, который обозначает туловище. И принимаемся за крыло. А крыло, я думаю, что можно попробовать по размеру 2 трети от головы. Поэтому, чтобы понять размер, беру вот этот круг. Ну, или верхний круг. Ctrl-C. Ctrl-F. Вставляем на это же самое место. И с шифтом увеличиваем до пересечения с нижней частью глаза. Вот, получили окружность такого размера. Ее, конечно, лучше оставить строго по центру туловища. И вот здесь в привязку. Видите, здесь касание получилось очень здорово. То есть, опять же, вот эти закономерности, они очень хороши. Инструментом белая стрелка, либо клавиша A. Возьмем нижнюю опорную точку. Введем с шифтом до пересечения. И переведем ее в перегиб. Вот в такой узел. Получили форму крыла. Единственное, давайте-ка я вернусь назад. Ctrl-Z два раза. Нам вот этот круг. Нужно скопировать в буфер. Ctrl-C. Ctrl-F. И с шифтом и с льтом уменьшить в себя. Это для декоративных уже вещей. Снова проделаем клавишу A. Точку уносим с шифтом вниз. И делаем перегиб. Ну, чтобы это уже по месту стояло, и мы потом уже не мучились. Отрезок, прямая линия. Инструмент такой есть, отрезок. Ведем обязательно с шифтом. По размеру тут тоже можно, конечно, заморочиться и длину ее померить, но мы этого делать не будем. Возьмем глаз. С альтом продублируем. С шифтом и с альтом продублируем в сторону до пересечения. Возьмем два объекта вместе. Сделаем пересечение. Ну, вот такой листик, конечно, идеальной формы. То есть он именно по окружности. Можно сплющить его. На самом деле вот так. Как вам будет по рисунку нравится. Давайте, кстати говоря, продублируем с шифтом и с альтом листик и повернем его с шифтом под 90 градусов. Вот здесь до привязки поставим. Пока право-лево, я не знаю, может быть, он сместится. А вот эти листики у меня задуманы половинчатые. Возьмем отрезок. Можно вот так с запасом с шифтом проведем вниз. Возьмем два объекта вместе. Создание фигур. Щелкаем сюда и щелкаем сюда. То есть мы получили две половинки и остались вот эти хвостики. Ctrl-Z отменяю действие. Удалим хвостики. Тут единственное, друзья мои, видите, некрасивые концы. Поэтому, опять же, это свойства абриса. Можно вообще выбрать все, что есть в листе. Ctrl-A. И по свойствам абриса мы сделаем скругленные углы и скругленные концы открытых контуров. Тогда вот это все исчезает. И тут все идеально стыкуется. Возьмем вместе с шифтом развернем и поставим по месту. С шифтом и с альтом продублируем. Можно, конечно, сначала цвет, а потом дублировать. Но я сначала делаю рисунок. В данном конкретном случае. Возьмем вместе правая клавиша. Трансформировать зеркальное отражение. Отразим по горизонтали. Копировать. Ведем с шифтом, чтобы шло ровно. По поводу вот этого расстояния. Здесь, здесь. Можно, в общем-то, Ctrl-G сгруппировать. Это сгруппировать. Потом сгруппировать две группы вместе. Ctrl-G. С шифтом выбрать линию. Она будет ключевым объектом. Щелкнула по ней второй раз. И выравнивание уже по этому центру. Ну, все тут, видите, умные направляющие сработали. Поэтому никуда ничего не смещается. Так, чтобы получить ушки. Беру глаз. С шифтом и с альтом дублирую до пересечения. И отрезком. Вот видите, тоже умные направляющие работают. С шифтом проведу вот так линию с запасом. Берем с шифтом круги. С шифтом прямую линию. Инструмент создания фигур. И щелкаю вот сюда. Видите, получилась форма на этом месте. Вот она, отдельный объект. Ctrl-Z отменяет действие. Вот эти хвосты можно уже убрать. В общем-то, кружок этот нам тоже не нужен. И у нас есть объект, который мы, естественно, дублируем вниз. С шифтом с альтом. Шифт, чтобы ровно, альт, чтобы продублировать. И с шифтом прям идеально ставим до привязки. Все по месту. Ну, с глазами, я думаю, что понятно. Ctrl-C. Ctrl-Shift-V. С шифтом и с альтом за любой маркер в себя уменьшаем. Можно снова Ctrl-F. И с шифтом и с альтом получаем зрачок. По размеру тоже можно всегда вернуться и доделать. Но от центра. То есть, чтобы потом не выравнивать. Ну, вот здесь это все понятно. Здесь будет линия. Отрезок. Ведем с шифтом. Чтобы нарисовать бровки, мы возьмем глаз. Ctrl-C скопируем в буфер. Ctrl-F ставим на это же самое место сверху. С шифтом и с альтом увеличиваем. Чтобы, друзья мои, получить вот эту дугу и эту дугу, я предлагаю воспользоваться инструментом ножницы. Ножницы находятся вместе с ластиком. Инструмент ножницы. Щелкаем вот здесь по опорной точке. А здесь мы щелкнем с небольшим запасом. Ну, прям даже с запасом вот с таким. То есть, мы окружность разделили на две дуги. Эту часть мы можем удалить. Берем бровь. Инструмент. Поворот. Центр вращения по центру фигуры. А мы щелкаем вот сюда. По опорной точке. С альтом. Дублируем. Видите, угол поволчается, показывается. Но здесь можно, конечно, числовое значение ввести. Я думаю, что мы делаем это на глазы. И вот эти хвостики, если они вас устраивают по местоположению, мы должны срезать. Для этого возьмем дуги, голову. Ничего лишнего не захватывайте. Инструмент создания фигур. Зажимаем Alt. И вот эти части отсекаем. Все. Теперь по месту обрезались открытые контуры по форме головы. Ну и, собственно, нужно взять объекты вместе с Shift. Можно загруппировать в Ctrl-J. Правая клавиша. Трансформировать. Зеркальное отражение отражаем по горизонтали. Копировать. И ведем с Shift до привязки с основной окружностью. Тут надо, наверное, на приближение. Обязательно с Shift. Можно в режиме Ctrl-Y. Да, отлично. Ctrl-Y. Выходим из режима. Ctrl- минус. Отдаляемся. Друзья мои, давайте займемся цветочком, который находится на крыле. Я даже унесу, чтобы нам не мешалось. Здесь можно другим цветом обозначить. Но я лучше с Shift и с Alt уменьшим в себя, чтобы получить центр. В лепестке либо возьмем вот эту группу из половинчатых, либо возьмем цельный лепесток. Shift с Alt дублируем. Поворачиваем обратно вертикально. И здесь можно на самом деле поиграть, насколько будет лепесток больше, меньше. Может быть, будет ровно в размер. Может быть, вот этот будет меньше. Центральный кружочек с Shift и с Alt. Опять же, какие-то закономерности находите. Вот можно взять, например, одного диаметра зрачок и центр. Давайте так и сделаем. Этот удалю. Этот с Alt продублирую. Обязательно выровняйте сначала по ключевому объекту. Лепесток обязательно тоже должен быть выровнен. Повторюсь, если приплюснутые их используете, используйте приплюснутые. Я же буду прямо от окружности идти. Инструмент. Поворот. С Alt щелкаем по центру вот сюда. Угол поворота. Я думаю, что 45 хватит, потому что здесь достаточно широкие лепестки. Копировать. И то, видите, практически касание. Поэтому, может быть, в Ctrl Z вернемся. Все-таки немножко повыше подниму. Давайте даже до привязки, потому что нас ничего не держит. Если не захочется делать касание, мы этот кружок можем немножко увеличить. Снова инструмент. Поворот. С Alt дублируем по центру. 45. Копировать. И Ctrl D. Повторим последнее действие. Да, я думаю, что будет так неплохо. Но мы вот этот с Shift и с Alt увеличим все-таки. Можно сюда продублировать окружность, например, в размер глаза с Alt в виду. Она может быть ниже оказаться. Какие-то тоже интересные эффекты могут быть. То есть мы можем сочетать потом с контурами, без контуров. Поэтому давайте, друзья, мы вроде бы все по центру. Судя по точке. Отрезок. Ведем с Shift вниз. Стебель. Листики у нас с вами есть. Или возьмете цельный листик. Можно вот сразу под 45. С Shift и с Alt дублирую. Но тут, на самом деле, друзья мои, конечно, можно с Shift увеличить. Но форма осталась при этом такой же. С Shift и с Alt дублирую вниз. И с Shift уменьшаю. Ну, каких-то до таких размеров. Давайте немножко поближе к стеблю приведем. И чтобы просчитать размер листика, который будет между ними, я возьму два объекта вместе. Объект. Переход. Создать. Можно через объект. Переход. Параметры перехода. Либо двойной щелчок на инструменте переход. Заданное число шагов. Мы здесь выставляем 1. Ок. И это сейчас эффект. То есть, как вы понимаете, мы можем снова вернуться. Любое количество переходов сделать. Но нам нужно разбить это на объекты. Поэтому меню объект. Разобрать. Только объекты. Разбираем. Нажимаем ОК. Разгруппировываем по правой кнопке мыши. И теперь расстояние между ними. То есть по левому краю объекты выровнены. Остались три объекта выбраны. Расстояние между. Можно Ctrl-G сгруппировать. И правая клавиша трансформировать. Зеркальное отражение. Отражаем по вертикали. Копировать. И ведем с шифтом. Можно взять крыло. Я даже сейчас его группировать не буду. Но ведем с шифтом. Можно цветом сейчас обозначить. Давайте все-таки цветом обозначим. Каким-то голубым. Ведем с шифтом до пересечения по центру. И, друзья мои, по рисунку осталось нам нарисовать декор на туловище. Как вы понимаете, мы с шифтом, сальтом дублируем окружность. С дугой предлагаю поступить таким образом. Я просто рисую прямоугольник. И смотрим, какая получается снизу дуга. Насколько она большая, маленькая. С шифтом берем два объекта вместе. Прямоугольник и круг. Делаем задний минус передний. И вот в этих точках, вот в этих точках, инструмент ножницы, разрываем замкнутый контур на дугу и на прямой отрезок. Этот удаляем. И дублируем вниз с шифтом и с альтом. Но здесь на самом деле нам надо еще вот так продублировать, чтобы вот вдоль этой линии сделать переход из точек. Клавиша L с шифтом. Нарисуем какую-то окружность. Друзья мои, здесь, вот видите по эскизу, у меня точки немножко меньше, чем дуга. Я думаю, можно таким же способом воспользоваться. Клавиша M, срезать часть. То есть переход, он будет от начала до конца. Поэтому где закончится этот угол, вы тоже предусматривайте. Взяли с шифтом. Задний минус передний. Снова инструмент ножницы. Разомкнули контур. Удаляем линию. Отрезок берем. Сюда. Привязали. И с шифтом и с альтом дублируем. Вот сюда. До привязки. Взяли два круга. Также объект. Переход. Создать. Двойной щелчок. Число шагов. Ну сколько здесь, наверное. Давайте поставим три. Сейчас прикинем. Просмотр. Окей. Переход выбран. С шифтом берем дугу. Объект. Переход. Заменить траекторию. Видите, исчезает траектория. Но кружочки встают вдоль этой траектории. Снова объект. Разобрать. На объект. Только заливку, обводку не делаем. Нажимаем ОК. Это группа. Это хорошо. С шифтом и с альтом ведем вниз. И можно было сразу два объекта. Линию и кружочки продублировать. Берем шифтом объекты и группы объектов. Выравниваем расстояние между ними. И в общем-то все никуда не смещая. У нас это все идеально по центру стоит. Относительно головы. Друзья мои, в следующей части урока мы будем говорить о выборе цвета и стиля данной конкретной иллюстрации. Если урок интересен, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, как вообще вам такой стиль. И прежде чем мы двинемся дальше, разрешите пригласить вас на персональный курс обучения. Это отличный формат для тех, кто хочет быстро и качественно освоить программу Adobe Illustrator. Подробности по первой ссылке в описании. А мы движемся дальше. Движемся дальше. Цвет отдельный и очень важный момент любой работы. За кадром я выбрала цвета для своей совы и создала отдельную папку в палитре образцы. Кстати, сейчас в правой верхней части экрана появляется ссылка на урок, где я рассказываю о всех деталях и о всех способах выбора цветовой гаммы в программе Adobe Illustrator. Работаем точно так же с этими цветами. Давайте мы для начала единственная палитра слои. Можно вот объект, который самый нижний, разблокировать эскиз и унести в сторону. Давайте пока сделаем с шифтом, чтобы ровно. Хотя уже не принципиально. Выбираем все вместе. Вытягиваем на передний план контур. Видите, здесь стоят вопросы, потому что разные контуры в выбранных объектах. Палитра образцы. И контур сделаем у всех самый темный. Но дальше точно так же, как с любыми другими цветами. С шифтом выбираем объекты. Вытягиваем на передний план заливку. И допустим, делаем розовые какие-то моменты. Не забывайте про единство контуров, приемов работы. То есть может быть у вас будут какие-то объекты без контура. Например, не знаю, вот эта подложка круглая под цветком. В глазу вот этот круг. То есть надо как-то найти, опять же, кроме построения, найти закономерности и в цвете тоже. Вообще, это, конечно, когда уже иллюстрация построена, знак построен, цвет добавлять одно удовольствие. Поэтому, пожалуйста, приступайте к самостоятельной работе. И мы еще раз встретимся, чтобы обсудить итог. Друзья, колдовала-колдовала над совушкой. И, как всегда, сложно выбрать цветовую гамму. И буду признательна очень вашей помощи. Как вы видите, добавила декоративные элементы и тонкие контуры. Конечно, можно еще продолжать крутить детали. Но в то же время нужно уметь останавливаться. Что я и сделаю. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и соцсети школы. Ссылки на них под этим видео. Увидимся. Всем пока-пока.